В России с 1 февраля увеличатся детские пособия. Коэффициент индексации разработало правительство России. Насколько увеличатся выплаты и какую дополнительную помощь получат родители от региональных властей, Мария Шалованова расскажет подробнее. С 1 января наступившего года нужно будет выплачивать детские пособия с учетом нового коэффициента. Согласно проекту Минтруда, они вырастут на 3,1%. Чиновники ведомства предлагают установить коэффициент индексации в размере 1,31. Если его примут, то с февраля выплаты начнутся в повышенном размере. В частности, увеличатся пособия за постановку на учет на ранних сроках беременности, рождения ребенка и по уходу за вторым и последующими детьми до полутора лет. Минимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет напрямую зависит от МРОД. Поскольку с 1 января 2020 года эта сумма составляет 12 130 рублей, то оплата по уходу за ребенком — это 40% от минимальной оплаты труда, а именно 4800 рублей. Кроме того, семьи с детьми, проживающими в Тверской области, смогут рассчитывать и на дополнительную поддержку со стороны региональных властей. Для повышения рождаемости в Верхневолжье реализуется комплекс мер по поддержке беременных женщин, семей с детьми, молодых семей. В настоящее время на территории Тверской области действует 18 видов социальных выплат для семей. Ряд новых мер был введен на региональном уровне в текущем году. Так предоставляется ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин. Всего в этом году на цели из областного бюджета выделено 17 миллионов рублей. Также с начала года многодетные семьи освобождены от платы за вывоз мусора. Семья, где количество детей не менее трех, плюс два родителя, это пять человек, арифметика простая, в месяц получается определенная сумма денежных средств. Если в год, это более 30 тысяч рублей получается. Поэтому для того, чтобы эти деньги остались в бюджете у многодетной семьи, такое решение мы приняли. Весной прошлого года правительством региона было принято решение о предоставлении молодым семьям, где родился или усыновлен ребенок, единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита. Выплата предусмотрена семьям, которые приобрели жилье в ипотеку на территории региона, при условии, что один из супругов моложе 25 лет. С 2020 года молодые семьи при рождении второго ребенка смогут получить на погашение ипотеке 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша 500 тысяч рублей. Улучшение демографической ситуации для нас является абсолютным приоритетом в нашей деятельности. От реализации этой задачи напрямую зависит развитие и экономики, и социальной сферы нашего региона, и будущее каждой отдельной территории, включая муниципалитеты Тверской области, ну и, конечно же, будущее всей нашей страны. 1 января 2019 года в Тверской области начали вручать подарочные наборы для новорожденных. Получить подарок семье, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС и территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства. Право на получение подарка для новорожденного имеют родители, которые проживают на территории Тверского региона, и зарегистрировали ребеночка новорожденного на территории Тверского региона, то есть в органах ЗАГСах Тверской области. А также граждане иных регионов, которые рожают в Тверской области и регистрируют ребеночка в Тверской области. А также опекуны новорожденного ребеночка, место жительства которого находится на территории Тверской области, при условии государственной регистрации ребенка в органах ЗАГСа Тверской области. В сентябре правительством Тверской области принято решение о введении с 2020 года в регионе дополнительных мер социальной помощи семьям с детьми. Так, многодетные семьи с пятью или более детьми начнут получать субсидию на приобретение транспортного средства до 50% его стоимости. Один раз в пять лет. На это планируется направить порядка 50 миллионов рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил. Со следующего года для матерей из многодетных семей предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будут предоставляться около 600 таких выплат.